В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Как живешь, Нельминоз? Глава региона Юрий Бездудный провел внеплановое выездное совещание, в ходе которого осмотрел место недавнего пожара и непосредственно пост пожарной охраны. Ненецкая фармация намерена модернизировать свою работу. Склад для длительного хранения лекарств, доступные товары в режиме онлайн, а еще программа лояльности, акция и накопительные бонусные карты. На заседании постоянной комиссии социальной политики парламентарии рассмотрели вопрос о лекарственном обеспечении населения. Больше специальных заглубленных контейнеров, удобные мусорные площадки. В Наринмаре обсудили качество работы всех звеньев системы по сбору и утилизации твердых бытовых отходов. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска актуальная информация по коронавирусу. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. В числе заболевших жителей Наринмара. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу. С начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 989 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровел один пациент. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 56 пациентов. В том числе два бессимптомных носителя. Из них в тационаре получают лечение 10 человек. Находится на амбулаторном лечении 46. В регионе зарегистрировано три летальных исхода от коронавируса. С начала пандемии проведено 20 579 ПЦР-исследований на выявление инфекции за прошедшие сутки 68. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 441 человек. Сняты с контроля с начала пандемии 10 691 человек. Напомню, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, а также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, в том числе масочный режим. Режим самоизоляции для граждан, прибывающих с территории других регионов. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. В Наринмаре состоялось первое заседание по созданию общественного регионального штаба наблюдателей на выборах в Госдуму. Перед организаторами стоит задача сформировать пул общественных наблюдателей, которые будут следить за проведением избирательной кампании осенью этого года. В оперативный штаб у нас вошли эксперты, волонтеры, молодежь и представители общественной палаты НАУ. В ходе заседания оперативного штаба сегодня мы избрали координатора по направлениям информационное, по работе с наблюдателями и юридическое сопровождение. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 8-го созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Увидеть своими глазами. Глава региона Юрий Бездудный провел внеплановое выездное совещание в поселке Нельмино. С поводом стал пожар. От огня пострадали магазин и жилой дом. В ходе поездки губерантор осмотрел место происшествия и пост пожарной охраны. Александра Литкова продолжит. Татьяна Саламатова со слезами на глазах вспоминает тот злополучный день, когда от ее имущества остался только пепел. Сейчас женщина ютится у сына, в семье которого пятеро детей, а сам он остался без работы, так как трудился в сгоревшем в тот же день магазине. В ходе общения глава региона Юрий Бездудный заверил пострадавшую, что семья не останется без помощи. У меня сейчас сын остался без работы, у меня пятеро детей, и мне какую-то работу ему надо. У сына? У сына. Сгорел магазин, они появились. Татьяна Павловна, мы с вами тогда отдельно поговорим и по сыну, и по помощи, которую мы можем вам оказать. Если мы не бросим, мы окажем помощь. В том числе и посмотрим, чем можем помочь сыну. В местном магазине продавались не только продукты, но и товары первой необходимости и мебель. Юрий Бездудный поинтересовался у главы поселка Михаила Талеева, смогут ли торговые точки поселка обеспечить жителям Нельминоноса продовольствием. Они способны закрыть потребность по продуктам питания, по товарам первой необходимости. По продуктам я думаю, что закроют на 100%, по хозяйству, наверное, закроют Нижнепечерский, но по промышленным будет небольшая проблема. Он в том числе доставлял мебель, мебель давал в кредиты. Напомню, частный дом и магазин сгорели вечером 13 февраля. На помощь местным жителям, огнеборцам и пожарной дружине из Наринмара отправились окружные спасатели. На тот момент, когда мы прибыли, температура была минус 37, начали возникать проблемы с подачей воды на тушение, рукавные линии перемерзали, нами были предприняты усилия по возобновлению подачи воды, скажем так, от реки Печора. Что нам удалось на какой-то момент, потом опять, скажем так, произошло замерзание рукавных линий и на тот момент уже, скажем, горение продолжалось в завалах, угроза соседним зданием, она снялась. Причину возгорания выясняют дознаватели, собранные на месте происшествия. Материалы будут направлены на экспертизу. Тем временем Юрий Бездудный посетил бокс, где находится пожарная машина. Сотрудники отдельного поста поселка пояснили губернатору, почему не удалось спасти оба здания. Виной всему сильный мороз. На час ничего пока нет, пока проблем нет. Устранили все, что было. А что было? Насос у нас, пожарный насос замерз. Но он аж в тепле стоял. Когда выехали замерз. Да, когда выехали на реке, когда были у нас, насос потом замерз. Не мог он у нас работать. В свою очередь Юрий Бездудный отметил, что несмотря на сложности, удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Мы посмотрели сегодня тот бокс, в котором хранится пожарная техника. И нужно сказать, что техника находится в боевой готовности. Если вдруг случится какой-то пожар, то готова выехать и его потушить. В целом будут сделаны очень серьезные выводы, связанные и с хранением техники, и с действиями пожарного расчета. Ну и совершенно понятно, что житель поселка потерял жилье. Мы окажем ей всяческую помощь. И материальную, и нематериальную. По итогам внеплановой поездки Нельминнос глава региона провел рабочее совещание с участием представителей Департамента природных ресурсов, экологии и АПК, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности, Администрации Заполярного района и регионального управления МЧС России. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Ненецкая формация осваивает новые направления деятельности. О текущем состоянии дел, организации и преодолении финансовых трудностей рассказали представитель профильного ведомства Андрей Демченко и исполняющий обязанности руководителя аптеки Вадим Соболевский в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике. За прошедший год для стабилизации финансового состояния Ненецкой формации были предприняты меры, среди которых погашение задолженности перед основными поставщиками услуг, закупка нового товара для розничной реализации населению, увеличение ассортимента товаров в три раза за последние полгода. Для стабилизации финансового состояния в сентябре и октябре были получены кредитные средства для пополнения товарных запасов. Товарные запасы в аптеках и на складах стали увеличиться. Это позволило увеличить выручку организаций и сделать лекарства доступными населению, когда они появились во всех особенно сельских аптеках. Как заверили представители Ненецкой формации, сельские поселения обеспечены лекарствами полностью. При этом руководитель компании обозначил и проблемы организации. Это высокая стоимость доставки груза и сокращение сроков ожидания лекарственных препаратов в отдаленные села региона. Депутаты повторно предложили проработать вопрос о возможности субсидирования из окружного бюджета расходов по доставке лекарств в села. Сегодня жители города имеют возможность приобретать необходимые лекарства не только в Ненецкой формации, но и в других аптеках. То для жителей сел этот вопрос более сложный. Мы знаем нашу растянутость, местонахождение сел и деревень, отдаленность их. Поэтому решать эти вопросы будет, конечно, Ненецкая формация. На сегодняшний день Ненецкая формация автоматизирует аптеки, планирует оборудовать склад для длительного хранения лекарств и сделать доступными товары в режиме онлайн, открыть новые пункты продаж. Работа по автоматизации аптек проводится сейчас и в окружных селах. Система уже установлена в Красном и Тельвиске. В ближайшее время она будет установлена в Нижнепеш и Неси. Ну а в остальных селах, как нам пояснили, автоматизированная система будет установлена до конца марта. Конечно, эта система вызывает множество вопросов, но как нас сегодня заверили представители, что этот вопрос они будут регулировать, будут людей обучать. Добавлю, для покупателей формации внедрена программа лояльности, проводятся акции по снижению цен на некоторые товары и внедряются накопительные бонусные карты. Александра Литкова, Антон Мудряков, Телеканал Север. Очередной прием граждан провел председатель собраний депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов. На встрече обсуждались вопросы социальной поддержки граждан и здравоохранения, жилищные проблемы, а также другие волнующие горожан темы. Каждую среду в приемной Дмитрия Медведева Нарин Марцы могут обратиться с вопросами, которые их волнуют. Надо выслушать человека, понять суть этой проблемы. Если он будет удовлетворен нашими ответами, или мы в области законодательства все-таки в этом плане сумеем объяснить ту или иную ситуацию, и это будет достаточно хорошо. Если нет, то, повторяю, мы обращаемся с письменными забросами в соответствующие инстанции. В этот раз к представителю обратились жительницы деревни Вижас. В исчезающем населенном пункте отсутствуют социальные объекты и нет работы. Сестры много лет живут на съемной квартире в Нарин Маре и хотели встать на очередь на получение жилья по договору социального найма. Но заявительницы получили отказ от администрации Заполярного района и поселка Искателей, так как у них отсутствует постоянная прописка по месту фактического проживания. По словам Александра Лутовинова, многие жители исчезающих деревень находятся в подобной ситуации. Данный вопрос необходимо решать на законодательном уровне. Также одним из самых актуальных вопросов остается жилищный, а именно обеспечение благоустроенным жильем, ремонт жилых помещений и снос ветхого и аварийного жилья. С вопросами о социальной поддержке граждан в основном приходят люди старшего возраста. Несмотря на серьезный пакет социальных законов, которые направлены на поддержку разных слоев населения, люди обращаются с вопросами, которые нужно решать в индивидуальном порядке. Более молодое поколение волнует проблемами трудоустройства и устройства детей в детские сады. Сделаем Наринмар чище. Городу требуется еще 25 мусорных бункеров. Об этом и других проблемах обращения с твердыми коммунальными отходами говорили на совещании с главой Наринмара. Речь шла о качестве работ всех звеньев системы. Контейнерные площадки, вывоз, складирование и переработка на полигоне ТБО. Ольга Русул продолжит. Рабочий день уборочной бригады автотранспортного предприятия начинается в 8 утра. Надо успеть объехать все вверенные территории, чтобы вычистить мусорные контейнеры. Их не меньше 16. На каждой из них в зависимости от сложности уходит от 5 до 15 минут. И так каждый день. Все обработаем. За день. Получается, по 5 минут на контейнер. Ну вот если не такие сложности, как сейчас. А что сейчас за сложности? А там, с укроп, не ровно машина стоит. Это 8-кубовый, есть 4-кубовый. А какие прочие обрабатывают? Разницы никакой. А чище стало с использованием этих контейнеров? Ну, само собой, видите, что нету ничего. Сюда хоть народ кидает. Ну, в контейнер. А больше же? С этого нет. Уборка каждой площадки ежедневно фиксируется на фото. Всего таких площадок 300. Создана единая электронная база, куда водители мусоровозов скидывают фотографии до и после уборки. Благодаря такой системе контроля удалось выстроить максимально эффективный график вывоза мусора. У нас есть контейнерные площадки, которые проектировались с учетом одного дома. Вокруг выросло два дома, а контейнерная площадка осталась одна. Самые удобные – заглубленные контейнеры, вместительные с крышками, которые не дают мусору разлетаться по всей территории. Первоочередная потребность города – 25 мусорных бункеров. Один заглубленный контейнер по факту заменяют за 3,075-х. 3,4,075-х контейнера. Соответственно, если взять такие большие дома, районы, как, к примеру, Оленная, 8-10, там большой ряд контейнеров по 0,75. Если их количество просто заменить на количество заглубленных, будет очень аккуратная, красивая контейнерная площадка. Таким образом, предприятие подготовило ряд предложений по модернизации системы сбора мусора. Одно из важных решений – продумать пути подъезда к контейнерным площадкам. Так как дворы плотно заставлены легковыми автомобилями, и контейнерной площадке подъезжать очень сложно. В частности, по увеличению, именно с учетом положительного опыта, по увеличению количества заглубленных контейнеров, то есть для того, чтобы убрать по максимуму 0,75, а на критичных точках, где наибольшее накопление производится, где мы вынуждены дважды в день зачастую заезжать, к примеру, вот уже Черного 7, то есть мусоровод туда заезжает в первой половине дня, и в конце смены, то есть вечером он заезжает во второй половине дня, потому что она уже точка опять полная, соответственно. Количество увеличения непосредственно заглубленных контейнеров и количество увеличения 4-8 кубов контейнеров. Региональным оператором по сбору и утилизации мусора в Нарьинмаре, поселке Искатели и двух муниципалитетах стал комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию. Предприятие заключило контракт на 10 лет. Конечно, у нас необходимо будет обновлять контейнеры площадки, контейнеры, что в программе на 2021 год совместно с администрацией у нас включено. Конечно, мы попытались включить, так как рекоператор имеет право в тариф включать и закупку контейнеров в пределах 1% от необходимой валовой выручки. Постараемся в 2021 году и в дальнейшем 2022 году закупить. Региональный оператор отработал в городе год. За это время удалось выявить, если не все проблемы, то увидеть мусорную картину Нарьинмара в целом. Региональный оператор объединил сразу несколько муниципальных предприятий на работе по сбору и утилизации мусора. Сюда вошли автотранспортные предприятия и чистый город. Это действительно удобно и позволяет решить вопросы сообща. Благодаря достаточно разумной, консервативной, сдержанной политике окружного регулятора в виде управления по тарифам и ценам, департамента по строительству, в целом реформа на территории округа прошла достаточно спокойно. Есть вопросы, возникают, но в целом мы к этому, можно сказать, и готовились. Кроме того, глава города поручил управлению ЖКХ совместно с региональным оператором объехать все проблемные территории и подготовить предложение о переносе площадок. Мы собираемся создавать новые площадки, чтобы они были удобны и для гаража, и для обслуживания. И в целом, чтобы разрозненность и переполненность, это уже уходило, скажем так, в некое далекое небытие. В ближайшей перспективе повышать качество обращения с твердыми коммунальными отходами. И в первую очередь организовать и наладить раздельные сборы и сортировку мусора, чтобы это было удобно и экологично. Ольга Русул, Вадим Ностин, Телеканал «Север». В Заполяре продолжают работу мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд. С начала года врачи Центральной районной поликлиники Заполярного района осмотрели население села Тельвиска, поселков Красное, Нельминоз, деревень Андик и Устья и села Оксино. В этом месяце выездной медотряд посетит также Каменку, Хангурей, Макарова и Кую. До конца года врачи обследуют жителей 39 населенных пунктов Ненецкого округа. Выезды медиков организованы в рамках регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи, национального проекта здравоохранения. В состав мобильной медицинской бригады вошли терапевт, педиатр, невролог, отоларинголог, акушер-гинеколог, офтальмолог, психиатр-нарколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики и медицинский лабораторный техник. С 8 по 13 февраля мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд работали в Оксино. 16 февраля медики отправились в деревню Каменка. Передвижной флюоротряд будет работать там 17 февраля. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.